Смотровая площадка с видом на Волгу станет одной из изюминок будущего филиала Третьяковской галереи, что откроется в здании фабрики кухни. Крыша одновременно сможет принимать сразу несколько посетителей. Но еще более захватывающий вид, в том числе показывающий уникальное расположение здания, откроется с еще одной смотровой вышки высотой более 30 метров. Сейчас определяют место, где ее установить. Наша задача, чтобы человеку, здесь надо понять, конечно, с точки зрения визуализации, чтобы человек, поднявшись, увидел всю панораму. Здесь ты поднялся, и все, вот оно перед тобой. Да, это будет наша эфиревая башня. Да. Все будут обязательно просто... Однозначно. И это будет реальная, очень крутая, достопримечательность. Установку площадки и текущие работы с подрядчиками обсудил депутат Госдумы Александр Хинштейн во время своего визита на объект. Сейчас основной вид работы, который выполняют строители, это внутренняя отделка. Скоро начнут благоустройство территории вокруг здания. На объекте каждый день трудятся до 140 человек. Но, тем не менее, есть небольшое отставание от графика. Александр Хинштейн попросил ускорить темпы и сдать объект к концу июня. Итоги визита депутат подведет на совещании с Федеральным министерством культуры. Все детали обсудим, в том числе и процессы отставания. Очень прошу ускориться по темпу работы, потому что мы, увы, от графика отстаем. Наша задача осенью в обязательном порядке запустить первый выставник. Проект первой выставки «Еда в искусстве» уже готов. Посетители увидят множество шедевров, среди которых завтрак аристократов Федотова и охотники на привале Перова. Готовить персонал к работе и обставлять залы начнут сразу после ввода здания в эксплуатацию. Светлана Тимофеева, Андрей Горгуленко, Константин Головин. События.